Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции создание мобильных приложений. Рассмотрим следующие вопросы. Основные виды интернет-приложений, безопасность, архитектура приложений, основные компоненты. Android, свободная операционная система для мобильных телефонов, планшетных компьютеров, умных часов, телевизоров и смартфонов, MacBook, использующие ядро Linux, разрабатыванного по Handels Alliance и принадлежащим Google. С момента выхода первой версии в сентябре 1998 года произошло 40 обновлений системы. Эти обновления, как правило, касаются исправления обнаруженных ошибок и добавления новой функциональности в систему. Изначально Google рассчитывала отдавать версии Android именно известных роботов, но отказался за проблем с авторскими правами. Каждая версия системы получает собственно кодовое имя на тему сладости. Кодовые имена присваиваются в обновленный порядок латинского памятника. Приступая к разработке мобильных приложений, хорошо бы иметь представление о том, какие виды приложений существуют. Дело в том, что если удастся определить, в каком типу относится приложение, то становится понятнее, на какие моменты в процессе его разработки необходимо обращать основное внимание. Можно выделить следующие виды положения. Приложения переднего плана выполняют свои функции только когда видим на экране, в противном же случае их выполнение приостанавливается. Такими приложениями являются, например, игры, текстовые редакторы, видео-проигрыватели. Для разработки таких приложений необходимо очень внимательно изучить жизненный цикл активности, чтобы переключение фонового режима обратно проходила кладка. То есть при возвращении приложения на передний план было незаметно, что оно вообще куда-то пропадало. Для достижения этой гладкости необходимо следить за тем, чтобы при входе в фоновый режим, приложение сохраняло свои состояния, а при выходе на передний план восстанавливало его. Еще один важный момент, на который обязательно надо обратить внимание при разработке приложений переднего плана – удобный и интуитивно понятный интерфейс. Фоновые приложения после настройки на ней предполагают взаимодействие с пользователем. Большую часть времени находится и работает в скрытом состоянии. Примерами таких приложений могут служить службы экранного экранирования звонков, смс-автоответчики. Большинство своими фоновыми приложениями нацелены на отслеживание событий, порождаемых аппаратным обеспечением системы над другими приложениями работать незаметно. Можно создавать совершенно невидимые сервисы, но тогда они будут неуправляемыми. Минимум действий, которые необходимы, позволят в пользователе при санкционировании, запуске с сервиса, настройки при остановке, перерывании его работы и необходимости. Смешанные приложения большую часть времени работать в фоновом режиме, однако допускают взаимодействие с пользователем и после настройки обычно взаимодействие с пользователем с высоко уведомлением о каких-либо событиях. Примерами таких приложений могут служить мультимедия проигрыватель, программа для обмена текстовыми сообщениями, почтовые клиенты. Возможность реагировать на пользовательский фонд и при этом не терять работоспособность в фоновом режиме является характерной особенностью смешанных приложений. Такие приложения обычно содержат как видимые активности, так и скрытые сервисы и при взаимодействии с пользователем должны учитывать свое текущее состояние. Возможно потребуется обновлять графический интерфейк, если приложение находится на переднем плане или же посылать пользователям звук уведомлений из фонного режима, чтобы держать его в качестве происходящего. И эти особенности необходимо учитывать при разработке подобных приложений. Виджеты и небольшие приложения, отображаемые в виде графического объекта на рабочем столе. Примерами могут служить приложения для отображения динамической информации, такой как заряд батареи, прогноз погоды, дата и время. Разумеется, сложные приложения могут содержать элементы карты, из рассмотренных видов. Планируя разработку приложения, необходимо определить способ его использования. Только после этого приступает к проектированию непосредственно разработки. Обратим внимание на организацию исполнения приложения по операционной системе Android. Как уже было отмечено, приложение под Android разрабатывается на языке программения Java. Компилируется файл в совершении APK. После этого файл используется для установки приложений на устройство, работающий под управлением Android. После установки каждого приложения живет в своем собственном безопасном приложении. Операционная система Android является многопользовательской операционной системой, в которой каждое приложение рассматривается как отдельный пользователь. По умолчанию система назначает каждому приложению уникальный пользовательский ID, который используется только системой и неизвестным приложением. Система устанавливает права доступа ко всем файлам приложения следующим образом. Доступ к элементам приложения имеет только пользователь со соответствующим ID. К каждому приложению соответствует отдельный Windows процесс, который запускается как только это необходимо хотя бы одному компоненту приложения. Процесс прекращает работу, когда ни один компонент приложения не использует его, или же система требует особой памяти для других приложений. К каждому процессу в соответствии с этим код приложения используется изолированно от других приложений. Перечисленные идеи и функционированные приложения в функциональной системе Android реализуют принцип внимания и привилегий, то есть каждому приложению по умолчанию разрешено только компонентом, необходимым для его работы и никаким больше. Таким образом обеспечивается очень безопасная среда функционирования приложений. Однако, в случае необходимости, приложения могут получить доступ к данным других приложений и системным сервисам. В случае, когда двум приложениями, необходимыми Windows файлам, друг друга им присваиваются один и тот же пользовательские идеи. Для экономии системных ресурсов такие приложения запускаются в одном Windows процессе и делят между собой один и тот же экземпляр ритуал на машине. В этом случае приложение также должно быть подписано на сервисе карта. В случае, когда приложение требует доступа к системным данным, например, контактам, смс сообщениям, картам память в камере, в Windows и т.д. пользователю необходимо дать приложение такие полномочия во время установки его на устройство. Архитектура Android приложений основана на идее многократного использования компонентов, которые являются основными строительными блоками. Каждый компонент является отдельной сущностью и помогает определить общее поведение приложений. Система Android встроена таким образом, что любое приложение может запускать необходимый компонент другого приложения. Например, если приложение предполагает использование камеры для создания фотографии, в завершении обязательно создавать в это приложение активность для работы с камерой. Наверняка на устройстве уже есть приложение для получения фотографий с камеры, достаточно запустить соответствующую активность, сделать фотографию и вернуть ее в приложение. Так что пользователь будет считать, что камера часть приложения, с которым он работает. Когда система запускает компонент, она запускает процесс приложение, которому принадлежит компонент, если он еще запущен и создает экземпляры классов необходимых компонентов. Поэтому, в отличие от большинства других систем в системе Android, приложение не имеет единой точки входа. В силу запуска каждого приложения в отдельном процессе ограничения над DOS файлом, приложение не может напрямую активизировать компонент другого приложения. Таким образом, для активации компонента другого приложения необходимо послать в системе сообщения о намерении запустить определенный компонент, система активизирует его. Можно выделить 4 различных типов компонентов, каждый тип служит для достижения определенной цели и имеет свой особый жизненный цикл, который определяет способы создания и разрешения соответствующих компонентов. Рассмотрим основные компоненты Android, приложение активности. Активность – это видимая часть приложения, экран, окно, форма, отвечает за отображение графического интерфейса пользователя. При этом приложение может иметь несколько активностей, например, в приложении предназначен для работы с электронной почтой. Одна активность может использоваться для отображения списка нового писем, другая активность для написания и еще одна для чтения писем. Несмотря на то, что для пользователя приложения предоставляется единым целым, вся активность приложения не зависит друг от друга. В связи с этим, любая из этих активностей может быть запущена из другого приложения, имеющего доступ к активностям данного приложения. Например, в приложении камеры может опустить активность, создающая новое письмо, чтобы отправить только что сделано. Фотография, адреса, указанная по цветам. Сервисы. Сервис – компонент, который работает в фоновом режиме, выполняет длительные по времени операции или работу для удаленных процессов. Сервис не предоставляет пользовательского интерфейса. Например, сервис может проигрывать музыку в фоновом режиме, пока пользователь использует другое приложение. Может загружать данные с сети, не блокируя взаимодействие пользователя с активностью. Сервис может быть запущен другим компонентом, после этого работать самостоятельно. Можно остаться связанным с этим компонентом и взаимодействовать с ним. Контент-провайдеры. Контент-провайдер управляет распределенным множеством данных в приложении. Данные могут храняться в файловой системе и в базе данных SQLite в сети, в любом другом доступном для приложения месте. Контент-провайдер позволяет другим приложениям при наличии соответствующих прав делать запросы и даже менять данные. Например, в системе Android есть контент-провайдер, который управляет информацией о контактах пользователя. В связи с этим, любое приложение с соответствующими правами может сделать запрос на чтение и запись информации какого-либо контакта. Контент-провайдер может быть также полезен для чтения и записи приватного данного в приложении или назначен для доступа к сигнете. Приемники широковещательных сообщений – это компонент, который реагирует на широковещательные извещения. В большинстве таких извещений порождается система, например, извещение о том, что кран отключился, или диск, или заряд батареи. Приложения также могут функционировать широковещание, например, разослать другим приложениям сообщения о том, что некоторые данные загружены, доступны для использования. Хотя приемники не отображают пользовательского интерфейса, они могут создавать уведомления на панели состояния, чтобы предупредить пользователя о появлении сообщений. Такой приемник служит проводником к другим компонентам, предназначен для запополнения небольшого объема работ, например, он может допустить соответствующие события в сервис. Значит, на рисунке показаны иерархии основных классов Android SDK, это ContentProvider, Context, Intent, Wifi, Port, Cast, Reservis. Значит, на самом деле классов намного больше. Желтым цветом выделены классы, с которыми разработчик работает непосредственно, следует от них свои классы, остальные классы не менее важны, но они реже используются. Например, для начала рассмотрим классы Intent и Wifi. Класс Wifi является основным строительным блоком для компонентов пользовательского интерфейса. Он определяет проугольный уголь с экрана, отвечает за прорисовки и обработку событий. Является базовым классом для виджетов, которые используются для создания интерактивных компонентов пользовательского интерфейса, таких как кнопок, текстовых файлов и т.д. А также является базовым классом для хранения Wifi, который является невидимым контейнером для других контейнеров и виджетов, определяет свойства расположения компонентов в пользовательском интерфейсе. Интерфейс Android-приложения предоставляет собой иерархию рей компонентов. Можно описать эту иерархию программной, но более простым и эффективным способом задать расположение для интерфейса является XML-файл, который предоставляет удобную для восприятия структуру компонентов. Во время исполнения XML-файлов автоматизма превращается в верность соответствующего объекта. Объекты экземпляра класса Intent используются для передачи сообщений между основными компонентами приложений. Известно, что три из четырех основных компонентов активности, сервисы, приемных и широковещательных сообщений могут быть активизированы с помощью сообщений, которые называются наименными. Такие сообщения являются инструментом позднего связывания компонентов одного или нескольких приложений. Экземпляр класса Intent представляет собой структуру данных, содержащую описание операции, которая должна быть выполнена и обычно используется для запроса активности или сервиса. В случае с приемниками широковещательных сообщений объекта Intent содержит описание событий, которые произошел или было объемным. Для каждого типа компонентов существует свой механизм передачи и намерений. Чтобы запустить активность или вызвать в работу работающую активность новой, есть необходимо передать объект намерений, метод Content Start Activity Start Activity for Result. Чтобы запустить сервис и доставить новые инструкции, работающие сервису, необходимо передать объект намерений в метод Content Start Service. Также объект намерений может быть передан в метод Content Bind Service, чтобы связать между собой вызывающие компоненты сервиса. Чтобы доставить объект намерений всем заинтересованным приемникам широковещательных сообщений, необходимо передать его в любой из широковещательных методs Content Center. Order Broadcast, Context Center Sticky Broadcast, Context Center Broadcast. Активность окна. Несущий графический интерфейс пользователя. Окна активности обычно занимает весь экран устройства, однако вполне возможно создавать полупрозрачные или плавающие диалоговые окна. Мобильные приложения обычно являются многоконными, то есть содержат несколько активностей по одной на каждое окно. Одна из активностей является, определяется как главная, и именно ее пользователь видит при первом из акций приложения. Каждый экран приложения является на среднем классе активности. Для создания активности необходимо создать класс на среднем классе активности напрямую или через любую компотонку. В этом классе необходимо реализовать все методы вызываемой системы для управления жизненным циклом активности. В этом слайде приведены основные методы. Первый метод конкретный метод вызываемой системы при создании активности. Он рестартный метод вызываемой системы при необходимости опустить при остановке активности. Он стартный метод вызываемой системы непосредственно перед тем, как активность станет видимой для пользователя. On-Resource – метод вызываемой системы непосредственно перед тем, как активность насчет взаимодействия с пользователем. On-Pause – метод вызываемой системы при потере активности фокуса. On-Stop – метод вызываемой системы, когда активность становится невидимой для пользователя. On-Destroy – метод вызываемой системы при уничтожении объекта. Сервис является компонентом приложения, предназначенным для выполнения длительных операций в фондовом режиме. Существует два способа существования сервиса. Первое заключается в том, что сервис опущен и работает в самостоятельном фондовом режиме, так как он может работать неопределенно долго, пока не выполняет свою задачу. Второе заключается в том, что сервис привязан к некоторому компоненту или несколькому компонентам. В этом случае сервис предлагает интерфейс для взаимодействия с компонентами и работает, пока привязан хотя бы к одному компоненту. Только связь со всеми компонентами разрывается и совершает свою работу. Спасибо за внимание.